Салтыков Щедрин, известный русский писатель-сатирик, окончил в 1844 году Царскосельский лицей, после чего был зачислен на государственную службу. Первые повести, написанные Щедриным, совпали по времени с революцией во Франции и ужесточением политического надзора в России. Молодой автор был арестован в 1849 году по делу Кружка Петрашевского, выслан вятку с правом находиться на государственной службе. Там он быстро познакомится с чиновничьим бытом, со специфической жизнью небольших российских городов. Вернувшись в Петербург после смерти Николая I, Салтыков Щедрин решает описать увиденное в провинции. Тогда и возникает образ города глупого, как воплощение самодержавно помещащего строя. Роман печатался в журнале «Отечественные записки». Отдельное издание под названием «История одного города». По подлинным документам, издание Салтыкова-Щедрина вышло в 1870 году. Своё произведение он представляет как найденные тетради летописцев, живших в XVIII веке. Сам же является только издателем. Царей и царских министров представляет в образах городоначальников, а установленные ими порядки – в образе города глупого. Взаимоотношения народа и власти – основная проблема произведения. По мнению автора, крепостное право основано на силе правящих слоев, системе произвола, обмана, круговой поруки, корыстности интересов и рабской покорности народа. Русская история – это история произвола власти, источник силы, страх, терпения народа. История одного города – это сатира на самодержавие и на пассивность и покорность народа. Народ, который изображен в романе, автор называет головотяпами. Слово это применяется к людям бестолковым, небрежно-халатно относящимися к какому-либо делу. Головотяп – иносказание, ограниченный и упрямый человек. Головотяпы имели привычку тяпать головами обо всё, что не встретилось на пути. Стена попадается, об стену тяпают, Богу молиться начнут, а пол тяпают. Мотив произвола, беспорядочного существования возникает при описании образа жизни этого народа. Ни вероисповедания, ни образа правления эти племена не знали, заменяя всё сие тем, что постоянно враждовали между собою. Заключали союзы, объявляли войны, мирились, клялись друг другу в дружбе и верности. Когда же лгали, то прибавляли «да будет мне стыдно» и были наперёд уверены, что стыд глаза не выезд. Тем не менее, головотяпы стремятся добиться какого-нибудь порядка. Но порядок – это, по мнению Вайля и Геннеса, вывернутый наизнанку мир. Он существует согласно абсурдным законам, выраженным в прибаутках, поговорках, пословицах, которые глуповцы используют как прямое руководство к действию. «Волгу толокном замесили, потом телёнка на баню тащили, потом в кашеле кашу варили». Головотяпы-глуповцы действуют по принципу «заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт». Щедринские герои пытаются построить порядок. У них самих ничего не получается, но сильна в народе вера в батюшку царя. Сам порядок головотяпы понимают извращённо. Порядок им самим может обеспечить армия и тюрьма. «Он нам всё мигом предоставит», – говорил старец Добромысл. «Он и солдатов у нас наделает, и острог, какой следует, выстроит. Айда, ребята!» «Глупость головотяпов настолько очевидна, что никто не хочет владеть ими. Мы головотяпы. Нет нас народа мудрее и храбрее. Мы гущеедов и тех победили», – хвастались головотяпы. Автор считает глупыми тех людей, которые добровольно пожелали себе кабалы. Щедрин создаёт настоящую сатирическую энциклопедию русской жизни. Глупов в романе – это город-гротеск, наделённый признаками всех сфер самодержавного государства. История одного города – история многовекового угнетения народа, история, в которой автор осуждает рабскую психологию, терпение, невежество, дикость нравов, отсутствие уважения к самим себе. В главе «Органчик» Щедрин повествует о градоначальнике Брудастом. В его голове находится органный механизм, наигрывающий всего два окрика – «не потерплю» и «разорю». С их помощью он вполне справлялся со своими функциями. Брудастый – это образец гротеска. Писатель представил в убийственно-смешном виде всю тупость и ретивость царского сановника. Василиск Семёнович Бородавкин, сменивший бригадира Фердыщенку, представлял совершенную противоположность своему предшественнику. Наиболее жестоким представителем глуповской власти был Угрюм Бурчеев. Угрюм Бурчеев задумывает создать идеальную государственную машину и берется за исполнение сумасбродного замысла с исконно русским размахом, что приводит к катастрофе. Автор предупреждает, к чему может привести в условиях России авторитарное правление страдающего манией величия безумца. Тем более, что фамилия персонажа рифмуется Сорокчеевым. Щедрин считает, что людям давно пора преодолеть чувство страха и жить в себе покорность. Сатирик не продолжает развивать тему революционного восстания, но развязка наступает внезапно. Оно пришло. В этом оно, как некогда в темной туче, из которой обрушились на соломенный город страшные молнии, сжегшие его, было что-то неисповедимо ужасное, заставившее глуповца впасть ниц, какое-то неотвратимое возмездие. За что? В литературоведении нет единого понимания финала истории одного города. Итоговый, гротесковый образ появляется в финале как нечто необычное, грозное, страшное, многозначительное. Некоторые критики связывают этот образ с картинами страшного суда в откровении святого Иоанна Богослова, последней книги Библии.